Здравствуйте! Программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Мы с вами накануне очередной памятной даты, даты трагической в нашей истории. Ну, так всегда получается, что, как ни странно, именно трагические даты нас как-то объединяют, сплачивают и чему-то все-таки учат. Мы накануне очередной годовщины Чернобыльской трагедии. И сегодня будем говорить, конечно же, о ней, о тех людях, которые предотвратили, может быть, самый страшный сценарий, который мог произойти. Я с удовольствием представляю гостя студии Анатолий Винник, депутат областного совета и председатель областной организации «Союз Чернобыля Украины». Здравствуйте, Анатолий Иванович! Здравствуйте! Наверное, выросло уже целое поколение людей, которые родились уже после того, как это все произошло. Для них Чернобыль такая же данность, наверное, как интернет, какие-то высокие технологии. И такая же, наверное, история, как и весь Советский Союз. Наверное, они очень-то уже и понимают, да, вот из-за чего, собственно говоря, шум такой. Ну, собственно говоря, очень правильно вы как бы подняли вопрос о том, что о памяти тех событий, которые прошли в трагические апрельские дни 1986 года. Значит, к сожалению, 28 лет прошло. 28 лет выросло новое поколение. Если мы, люди старшего поколения, уже так, кто не причастен был непосредственно к этим работам, связанным с ликвидацией аварии и ее последствий, как бы так, уже память истирается. То молодое поколение, я могу даже конкретные примеры привести, что такое Чернобыль, для них это уже как бы, ну, что-то такое непонятное. Какой-то реактор, какая-то авария, где она произошла и так далее. Я вам даже скажу больше, есть компьютерные игры, которые основаны вот уже на этом чернобыльском таком мире, конечно, весьма условном и придуманном, потому что на самом-то деле там все было совсем по-другому. Вот для них это так. Так пусть меня просят профессионалы, пусть меня люди старшего возраста просят, участники ликвидации, которые там по Чернобыльской атомной станции своими ногами исходили и потеряли свое здоровье. Я как бы больше для молодежи скажу. Чернобыльская атомная станция, она, собственно говоря, состоит из пяти энергетических блоков в мощности миллион киловатт. Каждый блок это, по сути, самостоятельная энергетическая установка, которая, ну, в общем, можно сказать, отдельная электростанция, пять электростанций. Кроме того, на Чернобыльской атомной станции в то время, в 1986 году, сооружались и в стадии завершения было еще два блока. То есть, фактически, она могла бы выйти на мощность 7 миллионов киловатт. На четвертом энергоблоке, где произошла авария, и на других, были установлены миллионники турбины Харьковского турбинного завода и электротяжмаш, и генераторы завода электротяжмаш. Так что харьковчане энергетики, которые там отбыли, это для них было, значит, они привлекались еще как специалисты. Значит, в ночь с 25 на 26 произошла авария в результате нарушения на четвертом энергоблоке на ядерном реакторе. Из-за того, чтобы неправильно выводилась в резерв и в ремонт ядерная установка, произошел взрыв вследствие нарушения технологических норм. Ну, суть вопроса, что такое атомная станция? Атомная и тепловая станции, они, собственно говоря, идентичны. Единственное, на тепловых электрических станциях там есть котел, который, значит, получает пар с помощью сжигания угля или в пелевидном состоянии, в котором находится, или газа, или мазута. А на атомной станции это энергия разложения, значит, атома. Энергия разложения атома. Тепловыделяющиеся элементы, которые называются ТВЭЛы, которые разрабатывает Харьковский физико-технический институт, потом производят в настоящее время Россия, но Америка, само собой, не все страны, далеко не все страны могут постичь эту технологию. Эта технология очень-очень непростая. И, в общем-то, в результате того, что, значит, был нарушен технологический режим и, значит, теплоноситель, первичный теплоноситель, который отбирает тепло от этих ТВЭЛов и потом идет на вторичный контур, который подает потом уже, разогревая воду и превращая ее в пар непосредственно на турбины, произошел разрыв, значит, активной зоны и реактора. И вот представьте себе ядерную установку, которая защищена была, вот она раскрылась и пошли эти выбросы, громаднейшие выбросы, которые исчисляются тоннами, десятками, сотнями тонн выбросов. Пошли в атмосферу, значит, заразили прилегающую территорию, лес там, вот, так называемую 30-километровую зону. Она не как циркулян, так вот 30 километров, она так вот вытянута, и в сторону ветра, и ветер менялся, вы понимаете. И потом даже, значит, скандинавские страны, значит, к Северному Ледовитому океану дошли, эти вот выбросы, которые попали в атмосферу. И первое время, конечно же, обслуживающий персонал, значит, который, ну, около 30 человек погибло буквально в первые часы, в первые дни. Это обслуживающий персонал и пожарные, вы знаете. Ну, пожарных в основном вспоминают, кстати, про обслуживающий персонал как-то не очень. И пожарные, значит, по тревоге выехали около 100 человек, это первые прибывшие пожарные, и они, конечно, сделали свое дело. Почему? Потому что все пять блоков они были под одной крышей, как бы, сблокированы в одно здание. И если бы загоревшаяся кровля, значит, над разрушенным энергоблоком не была потушена, ликвидирована, а пожарная, понятно, значит, активная зона, значит, радиация в несколько тысяч рентген, и вот они в этой обстановке, станционистчики и пожарные работали, и ценой собственного здоровья, собственных жизней, они ликвидировали пожар и не дали ему распространиться на другие энергоблоки. Можете себе представить, что если бы вся станция растерялась, щадя свое здоровье, там, поубегали, образно говоря, и загорелось бы все эти пять энергоблоков, и что бы это было? Это была бы мировая катастрофа. Поэтому, когда говорят, что чернобыльцы, пожарные и другие участники ликвидации аварии, они спасли Европу и весь мир от катастрофы. Можете себе представить, то, что чуть-чуть степануло в первые дни, там, вот, скандинавские страны, там, вот, европейские, то же самое, у нас Россия, Белоруссия, Украина и Белоруссия, конечно, больше всего пострадали. А так бы это было бы примножено в несколько раз, а то, может быть, и в несколько десятков раз. Это просто под угрозу существования самого человека и всего живого было поставлено. И вот это, конечно, значит, когда первое время говорили и принимали наших пожарных, ну, я не хочу такое сравнение сделать, но генерал-майор Телятников, который руководил тушением пожарных первое время, и который обеспечил, значит, локализацию пожаров в начальной стадии, он был майором во время ликвидации аварии и тушения пожаров, а потом, значит, дорос до генерала-майора, и его принимала английская королева. Его в многих странах мира с ним общались и так далее. То есть я привожу пример Гагарина, как честно, так и на чернобыльцев. В то время мы были герои. Я вспоминаю, как к чернобыльцам относились. Значит, народный губернатор Масильский Александр Степанович организовал, еще законодательной базы не было, организовал питание для чернобыльцев. Я вспоминаю с универсалом мы чернобыльцы, когда, значит, трудное такое время, значит, 88-89 год, значит, мы с этими, с продуктами питания уходили так, что нам хватало, значит, для того, чтобы, ну, нормально питаться. Это особенно нужно было в первые моменты после возникновения аварии. Дальше. Александр Степанович, бывший обкомовской больницы на улице Новгородской, сейчас это, значит, диспансер радиационного защиты населения, значит, наш чернобыльский диспансер, который, в общем-то, поддерживается и областным советом, и об администрации, там, надлежащие условия. И, значит, в общем-то, мы благодарны. Так это сделал Александр Степанович Масильский. Потом, со временем, интерес к этой теме начал затухать. Это я просто перехожу к другому блоку социальных вопросов. Был принят. Хороший, отработанный. Кстати, по инициативе во многом харьковчан многие нормы в закон были внесены, касающиеся социальной защиты и пенсионного обеспечения чернобыльцев. Закон называется «Закон Украины про статус и социальный захист участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции» и пострадалых. Этим законом прописаны, и он ныне существует, и действующие законы, прописаны как раз эти вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, медицинским и разные социальные льготы, касающиеся детей, там, вдов чернобыльцев и так далее. Так вот, этот закон с 1991 года менялся более 40 раз. 43 или 44 раза изменялся. И каждый раз изменения в лучшую сторону. Поэтому мы, чернобыльцы, как бы вспоминая, как о нас говорили в те гримичные дни, что герои, 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 а сейчас находимся в таком положении, что очень-очень многие чернобыльцы болеют, высокая смертность. Мы недостаточно получаем средств на приобретение медикаментов, чтобы в соответствии с законом сказано, что мы бесплатно должны получать медикаменты по рецептам врачей. Ну, я проведу такой пример, что 60 гривен на год, на одного чернобыльца 60. А из нас, вот среди харьковских участников ликвидации последствий аварии, те, что принимали участие, 13,5 тысяч живых, из них 5,5 тысяч, 5,5 тысяч, это инвалид. Первая, вторая, третья группа. Инвалидность связана как раз с работой на Чернобыльской атомной станции. И вот можете себе представить, что каждый из инвалидов, он ежедневно принимает определенные перечень лекарств, которые ему нужны для поддержания, чтобы не умереть, собственно говоря. И вот ему выделяет, государство выделяет 60 гривен. Да тут от нас, мы не учимся, господи. Пенсионное обеспечение. Чернобыльцы все время борются за то, чтобы им пенсии были такие, как были прописаны в законе, который поменяло правительство, по предложению правительства, Верховный Совет в 2007 году. Принимая закон Украины о бюджете на 2008 год, там было внесено изменения в некоторые действующие законы Украины, в том числе и на Чернобыльский закон. И взяли пенсии, обрезали. По действующему на 2007 год закону предусматривалось, что инвалид первой группы получает 10 минимальных пенсий за веком, пенсию получает, второй группы 8 и третьей группы 6 минимальных пенсий за веком. Взяли это, порезали. И сейчас пенсионное обеспечение регулируется постановлением Кабинета министров 2010, ноября 2011 года он принят. После внесения изменений в закон Чернобыльский было обращение ряда народных депутатов, которые поддерживали в то время нас чернобыльцев, в Конституционный суд. Конституционный суд признал изменения, которые в законе о бюджете на 2008 год внесены, не Конституционным, но Верховный Совет не отыграл обратно, то есть он не выдержал процедуру. Они должны были бы внести, со ссылкой на решение Конституционного суда, внести соответствующие изменения в закон и вернуться к старой норме. Кстати, законопроекты эти до сих пор зарегистрированы и находятся в Верховном Совете. Их в любой момент можно взять и проголосовать. Также необходимо нести изменения, касающиеся лечения детей. Смотрите, до 18-летнего возраста ребенок, который родился от Чернобыльца, после того, как он там был в Чернобыле, он до 18-летнего возраста получает определенные льготы и над ним соответствующим идет надзор, контроль со стороны медиков. А в 18 лет он получается сразу никто, никакой. Да в Японии уже четвертое поколение участников, пострадавших в результате ядерных бомбардировок, четвертое поколение находится под пристальным вниманием медицины и правительства Японии. Почему мы так безразлично относимся к нашим детям? Тоже непонятно. Мы тоже просим, чтобы отменили эти 18-летние барьеры, чтобы наших детей в любом, уже после достижения 18-летнего возраста, так же лечили. Дальше. Вопрос квартирного. Еще один момент возьму, и потом мы, может быть, перейдем на другое. Вопрос квартирного обеспечения. 1700 семей харьковских стоят в очереди, первоочередниками являются на получение жилья. Из них около 800 человек – это инвалид. В прошлом году было 10 квартир получено, 1700 человек, 10 квартир получил. В этом году, это государственная программа, в государственном бюджете должен закладываться деньги. В этом году ноль. Теперь те военнослужащие и так далее принимают законы, и нужно обеспечивать, которые из Крыма сюда пришли. И да, и нужно их обеспечивать. И афганцы нужно обеспечивать, и военнослужащие, которые попали в такую ситуацию, надо обеспечивать. Но у нас, умирающих чернобыльцев, уже через два года мы будем праздновать 30-летие этой варьи. Ждется ли инвалид чернобыльцев с этих 800 человек? По-моему, не всех ветеранов Великой Отечественной, собственно, когда обещали. Помните, и машины, и квартиры, то есть все это так. Я понимаю, хотя бы была какая-то динамика, но не 10. Если у нас 1700 в очереди стоит, ну, хотя бы, если даже 100 человек будут получать, то это уже 17 лет. Ну, 17 лет чернобыльцы, самый молодой чернобылец, который был тогда, прибавляйте, 20, приблизительно, плюс 30, это уже к 50 годам. Или близко к 50, или к 50 годам. А те, которые были в возрасте 50 лет, 40, 50 и так далее. Дождется ли этот человек получения квартиры? То есть правительство, все правительства, которые менялись, в предвыборный период, они к нам, чернобыльцам, когда мы митингуем, приходят и обещают золотые горы. Как только при властье, все. В прошлом году, 17 апреля, проводились традиционные парламентские слушания. По результатам парламентских слушаний были, как бы, намерения и обещания, намерения и обещания, значит, пойти нам навстречу и кое-какие вопросы решить. Кстати, по вдовам чернобыльцев и по детям чернобыльцев. Но, к сожалению, получилось так, что парламентские слушания прошли, обещания дали, проект постановления по результатам парламентских слушаний разработали, взяли его, положили под сукно, и прошел год, его не приняли, это постановление. И обещания данные не выполнили. Мало того, решили в этом году уже новую власть. А Верховный Совет тот же самый остался. Ну, он же, да, избранный, да. Нас все депутаты Верховного Совета, нас чернобыльцев любят. Особенно в период выборов, они, значит, нам как родные братья. Как родные братья. Значит, почему же вы не приняли, значит, постановление, хотя бы хоть чуть-чуть продвинуться в этих наших чернобыльских проблемах. Дальше. Мы с чернобыльцами говорим, да, нам считают там разные подсчеты. И 7 миллиардов надо, плюс бюджет добавить для того, чтобы мы получали пенсии. Кто говорит не 7, а другие цифры называют там и так далее. Но хорошо, вы не можете в этом году, значит, обеспечить пенсии всем инвалидам, их, значит, инвалидам, участникам ликвидации около 70 тысяч на Украине, а еще плюс пострадавших где-то 110 тысяч. Но возьмите вы в этом году обеспечить, примите закон и, значит, в переходных положениях напишите, что в этом 2014 году пенсии будут повышены инвалидам-чернобыльцам, которые принимали участие, на я образно говорю, в мае 86-го года. Дальше. В следующем году, те, которые принимали участие, в 86-м году до момента сооружения саркофага. 14 декабря саркофаг, значит, уже официально был сдан, принят государственной комиссией, и, значит, активная зона, значит, четвертого энергоблока, значит, как раз ядерного реактора, была закрыта, в бетоне была защищена. Значит, нет, этого не делается. Поэтому, значит, я, к сожалению, говорю долго об этом. Вот сегодня я был на комиссии областного совета, являюсь депутатом областного совета, иницинирую обращение ко всем нашим органам власти, к народным депутатам о том, чтобы мы чернобыльцы были услышаны. Чтобы хотя бы к 30-летию мы поэтапно в этом следующем, значит, в 2016 году, чтобы мы вышли на этот нужный уровень обеспечения пенсионного и в социальном плане участников ликвидации всех пострадавших. Я думаю, это нужно сделать, это нужно всем. Потому что если мы не будем ценить защитников отечества, в данном случае я говорю, что мы чернобыльцы, которые, не пролив ни капли крови, защитили весь мир. А сейчас пытаются за счет силовых методов и кровопролития что-то построить. На крови ничего хорошего не построить. Поэтому не забывайте, дорогие наши руководители, руководители областного уровня, народные депутаты, правительство, не забывайте о нас чернобыльцев. Мы такие же защитники отечества, как и афганцы, как участники боевых действий в Великой Отечественной войне. Заботьтесь о нас. Тем более мы не являемся бездельниками. Многие чернобыльцы работают, являются и депутатами, и народными, кстати, депутатами. Есть и народные депутаты. Мы не являемся, мы не хотим быть изгоями, не есть изгоями общества. Мы активные жители, мы патриоты Украины, мы за сохранение, укрепление Украины. Но не забывайте их за нас. Я на этой теме хотел бы закончить. Я тоже хотел бы добавить ваше позволение. Всегда стыдно, конечно, и все эти годы было безумно стыдно всем людям, которые понимают, что происходило в стране. Стыдно за ту политику, которая вела власть. И в отношении чернобыльцев, и в отношении афганцев, и в отношении всех, кто, собственно, ждал от власти помощи, но не получил ее. Даже можно тех же ветеранов Великой Отечественной вспомнить. Но я, собственно, хочу вернуться к тому, с чего начал. Я-то где-то, я был маленьким еще тогда, но я тоже помню, я жил там недалеко, собственно. И я помню, как принимали людей, которые выезжали оттуда. И я помню, как относились к людям, которые приехали на ликвидацию. Ведь со всего Союза собирали, никто не говорил, что я казах, я не поеду в Украину, это зачем она мне нужна. То есть было совсем другое отношение. И было, да, вот было какое-то чувство очень большой беды, да, страх был. Вот что-то очень похожее на то, что происходит сейчас. Но была тоже какая-то сплоченность, и было желание какое-то. Может, не было возможности у простых людей, так вот, как где-то вот сейчас, да, есть какие-то технологии, да, но было искреннее чувство того, что, да, вот мы делаем общее дело, и как-то вот, ну, надо помогать, это наше, это надо относиться к нашим совершенно по-человечески. Ну, если это утешение слабо, ну, хоть какое-то, тем не менее, народ все-таки помнит, на самом деле, кто его герой. Спасибо, что были сегодня гостем в нашей студии. Спасибо, что делали для нас тогда, в 86-м году. Еще раз хочу поблагодарить Володя Вас за приглашение в студию, значит, в канун этой такой трагической даты, и хочу обратиться к своим коллегам, участникам ликвидации аварии, напомнить о том, что 26-го числа у нас исполняется 28-я годовщина, и в этот день будут проводиться мероприятия по возложению, по чествованию ушедших в мир иной, и ныне живущих участников ликвидации аварии. В 9 часов сквер пожарный на улице Полтавский шлях будет возложение первое к монументу погибшему пожарному, и в молодежном парке в 10 часов, в молодежном парке на улице Пушкинской к памятнику участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции будут возложения. И накануне с 25-го на 26-й у нас на Северной Салтовке на месте будущего строительства храма иконы Чернобыльского Спаса будет проведена такая акция «Зажги свечу». Я приглашаю всех ихарьковчан, всех тех, кто нами опекается, кто о нас заботится, кто нас понимает, кто нам сочувствует, принять участие в этом мероприятии. Благодарю. Еще раз благодарю за это. Спасибо вам тоже. На этом все. Наша программа подошла к концу. До свидания. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok